Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики, в студии Геляна Багаева. Глава Калмыки Батухасиков предложил вернуть проспекту Остапа Бендера имя незаслуженно забытого командира Красной Армии Петра Анацкого. С таким предложением глава региона выступил в своем видеообращении по случаю столетия автономии республики. Инициативу главы поддержали земляки-героя. С ними встретилась моя коллега Светлана Джива. С момента смерти легендарного полководца, полного георгиевского кавалера Петра Анацкого, прошло более 100 лет. И назвать городской проспект именем человека, который командовал Элисинской советской дивизией, вполне заслуженно, говорят жители села Приютное. Земляки знают, что детство, юность и взрослые годы он провел в родных калмыцких степях. Участвовал в русско-японской войне, за храбрость и смекалку был награжден медалью и георгиевским крестом. А позже, за проявленную в боях отвагу, стал полным георгиевским кавалером. Восстанавливая по крупицам историю жизни Петра Анацкого, односельчане единогласны в том, что имя легендарного земляка несправедливо забыто. И они с радостью поддержали инициативу главы республики Бату Хасикова. Поэтому большинство жителей искренне поддерживают это восстановление, скажем, исторической справедливости. Просто надо вернуть то, что было в 1981 году избранным депутатами горсовета города Элисты. Об удивительной судьбе выходца из бедной крестьянской семьи Петра Анацкого приютницы знают не понаслышке, а из уст участников гражданской войны, которые были вместе с ним до последнего дня. В архиве копались, там много материала перебрали, перелопатили. И мнение такое, что это истинный наш герой-земляк. И другого мнения не должно быть. Не должно быть. И я слышал так вот в интернете, там иногда лазил в интернете, и смотрю там отклики другие, другого направления. Да люди, вы, очнитесь, что мы делаем? Мы же свою историю искажаем. Вот это как раз и есть искажение нашей истории. Правда, правда и только правда нас спасет. Надо ее знать, пропагандировать. И мы этим вопросом занимаемся постоянно. Весь о том, что глава республики Бату Хасиков предложил вернуть проспекту имя героя гражданской войны, порадовало многочисленных потомков Петра Анацкого. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Бату Сергеевича Хасиков за его инициативу о переименовании улицы в городе Элиста, которое ранее называлось до 1998 года, улица Анацкого. Мы не забываем его. Лично я своих детей, когда они были еще маленькими, возил в село Воробьев, у которого находится музей, посвященный памяти Петра Антоновича. Также имеется там монумент. И хотелось бы поблагодарить действующее руководство сельского муниципального образования, которое ухаживает за памятником, также помогает средней школе в поддержании музея, который там находится. Сегодня память о герое увековечена в названиях улиц в селе Приютное и Дивное Ставропольского края. И патриотический призыв Бату Хасикова никого не смог оставить равнодушным. Конечно, в течение года мы проводим экскурсии, рассказываем детям о том, какие подвиги, что это был участник нескольких войн, проводим беседы с ними, чтим его память. Мы, конечно, будем очень рады, если в городе появится улица с его именем. Сто лет назад состоялся первый общекалмыцкий съезд советов, на котором была провозглашена Калмыцкая автономная область. И Петр Аннацкий пришествовал этому историческому событию. Он со своими соратниками способствовал становлению советской власти на территории республики. Поэтому память о герое и его историческом прошлом нельзя придать забвению. Светлана Аджиева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». В семи районах Калмыкии введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Батухасиков. Режим ЧС введен на территории Лаганского, Черноземельского, Юстинского, Яшкольского, Кебурульского, Целинного и Приютненского районов. По прогнозам Министерства сельского хозяйства республики, прямой ущерб от аномальной жары в этом году для отрасли будет существенным. Последствия непогоды уже отразились на общем состоянии пастбища и заготовки грубых кормов. Главам пострадавших районов рекомендовано принять меры по осмягчению последствий почвенной засухи и суховея, а также создать рабочие группы по обследованию посевов и определению суммы ущерба от их гибели. По итогам мониторинга районы должны будут представить документы в региональный Минсельхоз. На их основании правительство Калмыкии подготовит письмо-запрос в федеральный центр. Сегодня в системе здравоохранения Калмыкии идет масштабная модернизация. Ведется работа по созданию крупных межрайонных центров в трех районах республики. Они будут оснащены современным оборудованием, укомплектованы специалистами. В Листе в следующем году начнется строительство двух лечебно-профилактических учреждений регионального значения. Медучреждения будут расположены за жилыми массивами в 9 микрорайоне. Это будет лечебно-оздоровительный комплекс, состоящий из госпиталя для ветеранов и онкологического корпуса резбольницы. Вокруг планируют создание зеленой зоны с помощью лесных насаждений, а также будет проведена рекультивация реки Листинка. По словам главы Калмыкии, благоприятная экологическая обстановка должна послужить дополнительным фактором в реабилитации пациентов. Также, согласно графику, идет строительство новой детской поликлиники. Сейчас работы на объекте вышли на завершающую стадию. Ведутся кровельные, сантехнические и электромонтажные работы. Проходит закупка медоборудования. Как отметил руководитель региона, создание новых лечебно-профилактических учреждений в регионе снизит нагрузку на существующие и простимулирует развитие местной медицины за счет сокращения оттока средств ОМС в соседние субъекты. В данном случае это место выбрано не зря, потому что для тех, кто будет пользоваться услугами и онкоцентра, и геронтологического, очень важно, чтобы максимальная близость к природе. И мы сделаем все для того, чтобы здесь, в этом смысле, все развить. И реку Элистинка, и зеленое насаждение. В принципе, будет такой уазис, чтобы, как говорится, для души и тела. Завершается основной период проведения ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают устную часть иностранных языков. На сегодняшний день уже известны результаты экзаменов по трем предметам – литература, информатика и русский язык. По данным профильного ведомства, к работе приступила апелляционная комиссия. Заявления о несогласии с выставленными баллами принимаются по электронной почте. Контакты опубликованы на официальном сайте министерства. После заявителей приглашают в Центр оценки качества образования. Апелляция проходит еще раз в очном формате. Вас пригласят на Центр оценки качества. И в Центре оценки качества определят время, когда вы сможете подойти, дабы не создавать столпотворение большого количества людей. Определят время, и, пожалуйста, именно в это время надо подойти на апелляцию. На стадионе в поселке Комсомольске установили освещение. Это стало возможным благодаря выигранному гранту в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Сумма гранта составила 300 тысяч рублей. Добавив средства местного бюджета, было принято решение произвести ремонт уличных фонарей на стадионе. Обустройство освещения дало возможность местным жителям заниматься спортом, играть в футбол как днем, так и в темное время суток. Мне очень-очень приятно сегодня находиться на нашей спортивной площадке, где облагородили и установили такое освещение прекрасное, где в любое время суток может заниматься любой из нашего населения, от мала до велика, любым видом спорта. То ли это бег, то ли это футбол, то ли это любые физические навыки, то есть битнес. У детворы села Троицкое скоро будет новая школа. Согласно графику, продолжается строительство нового образовательного учреждения в селе Троицкое на 528 мест. Готовность строящегося объекта составляет более 60%. За парты в новом учебном здании школьники сядут уже во втором полугодии предстоящего учебного года. Подробности в материале Чингиса Тихонова. Согласно графику, подрядная организация завершила возведение трехэтажного здания. Сейчас началась внутренняя отделка помещений, а их в новом образовательном учреждении немало. Современными стройматериалами будут отделаны учебные классы, мастерские, столовая, бассейн, спортивный зал. Кроме того, на прилегающей территории появятся спортивные объекты – волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные поля, беговая дорожка, тренажеры. В райцентре до сих пор сохраняется обучение в две смены. Открытие этого учебного заведения снимет эту проблему. Ведь новая школа рассчитана на 528 мест. К сожалению, да, у нас не хватает действительно места. Не то, что места, а школы переполнены. Поэтому наша школа, она необходима в данный момент была. Ну вот эта проблема, надеюсь, в ближайшее время решится. Наши подрядчики добросовестно относятся к работе, то есть выполняются в срок и качественно. Поэтому мы довольны подрядчиком, довольны работой. Вы можете увидеть школу, она уже на 65% практически готова к готовности. Поэтому довольны. Строительство объекта ведется в рамках национального проекта образования. Из федерального и республиканского бюджетов выделено свыше 400 миллионов рублей. Строительные работы на сегодняшний день выполнены почти на 65%. Проводятся коммуникации, готова чаша для бассейна объема 300 кубических метров. В спортивном зале предусмотрена смотровая площадка. По словам заместителя генерального директора подрядной организации Виталия Манджиева, образовательное учреждение может быть готово к сдаче раньше запланированного срока. На объекте занято около 100 рабочих и 70 подрядных организаций. Параллельно ведутся работы по устройству кровли и фасада. Также ведутся работы по благоустройству, внутренней отделке и прокладке инженерной коммуникации. Новая школа в Троицком позволит не только разгрузить действующие школы, но и создать порядка 70 новых рабочих мест. В целом по республике к концу года также будут введены в эксплуатацию школы на 275 мест в поселке Малой Гербеты и казачий кадетский корпус Гордовиковский. В следующем году в Элисте начнется строительство двух новых образовательных учреждений в Южном районе по улице Шапшуковой на 825 мест и на 800 мест в микрорайоне Молодежной. В этом году по республиканскому проекту, конечно, мы несколько школ отремонтировали, в том числе и Северная школа. Хочу добавить, это и закончили мы ремонты в Челгирской школе Яшкульского района, закончили ремонт в Воробьевской школе Приютинского района. Хотелось бы особо сказать, на будущий год у нас уже подписано соглашение с Федеральным центром о проведении капитального ремонта в двух школах Яшалтинского района. Это Яшалтинская школа имени Панченко и Красномихайловская школа Яшалтинского района. Общая сумма, выделенная Федеральным центром, свыше 70 миллионов рублей. Я считаю, что это большое подспорье. В рамках национального проекта образования в течение трех лет, начиная с нынешнего года и с федерального бюджета, на условиях субсидирования региона выделено около 2 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство новых школьных зданий. Ченгиз Тихонов, Владислав Бадмараев, информационная программа День Республики. Продолжается конкурс лидеры Калмыкии Туризм. Напомню, проект инициирован главой Республики Батухасиковым. Главная цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование компетенций и кадрового обеспечения туристской отрасли. Позади отборочный этап, в полуфинал прошел 31 человек. Теперь участники должны представить свои проекты по развитию туризма. Объявление результатов и торжественная церемония награждения победителя запланировано на 1 августа текущего года. По итогам второго этапа будет уже проведен полуфинал. Финалистам будет предложена возможность трудоустройства в сфере туризма, также в бюджетном учреждении, либо в органах исполнительной власти. Данный конкурс дает возможность оценить свои силы, попробовать себя. Сейчас мы нуждаемся в молодых кадрах. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома на сайте Рея Калмыкия в специальной вкладке. На этом у меня все. Встретимся на телеканале ОТР 1845. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова